Семья у нас большая была – папа, мама, и нас пять штук. Ну, четверо мама родила, а пятую папа привез от первой жены из деревни, мама заставила. Говорит, что там она два с половиной года в деревне, говорит, не будет, безграмотная. Поезжай, привези. Уж где четверо, там и пятого. Ну вот, привезли ее. Когда началась война, папа сразу ушла на фронт, а нас детей начали собирать. Когда окружение уже шло, суматоха была такая большая, вот это я помню. То есть не то, что все что-то боялись, а настроение было тревожное, не знали, что делать и куда идти. Уже все неожиданно было. И поэтому, когда уже подошло дело к тому, что уже немцы стали подходить к городу, детей стали вывозить. Ну, почти что не спрашивали разрешения у родителей. Машина подъезжала, грузовик, нас туда грузили и везли. Ну, у нас получилось, что нас, когда посадили, мама согласилась только я и старший. Настя, она вообще куда-то спряталась. Ее никто не видел. То ли под кровать, то ли куда она спряталась в доме, мы ее не нашли. То ли за печку. Мы же, у нас печное отопление было. Один кран холодной воды и печное отопление. Плита и две печки в доме. Я даже вот ее не помню, войну. Она где-то по углам сидела. Вот такой человек был у нас. И мы, значит, нас посадили, меня и Толика, старшего брата, в машину и повезли в Красное село. У нас полная машина детей была. Только мы доехали до Красного села, я помню, здание сейчас покажи, не найду. Мы вот с такими глазами все были. И поднялась наверх, и там был грязный пол, это я помню. Что я первым делом пошла искать скорее ведро и тряпку. То я была приучена дома мыть все углы, все барьерчики, чтобы все проверялось. Но только я налила воды и положила тряпку, кричат, «Быстрее, быстрее, обратно!» Немцы уже в Красном селе. Нас в машину и куда-то повезли. Помню, говорят, «Боровичи, Боровичи!» Только дорогу переехали, говорят, «Боровичи уже немцы». И обратно до этого ехал, и он, как всегда такой шустрый, выпрыгнул из машины, помахал мне рукой и пошел домой. Он не поехал на машине и дальше. Прямо из Красного села доехал до дома, успел, и успел проводить папу. Пошел в военкомат рядом, и папу он успел проводить. А нас с этих, пока хотели «Боровичи», потом развернули, привезли где-то уже поздно на это же место во двор, и мы разбежали все по домам. Ну вот Бог нас спас, как я считаю, потому что другого ничего не было, чтобы вот так. Ну а потом, когда уже было постановление, чтобы всех вывозить, мама уже собрала вещи, а мы отказались. Толик спрятался в туалет, закрыл с той стороны. Шурик залез под кровать, там лежал. Ну Стасик маленький был, два с половиной года ребенок. И я говорю, мама, никуда не поедем. Ну и так мы остались в блокаде дома. Мы же жили… Это край города был. Площадь Светланы – это уже конец города. Дальше уже шла однорельсовая дорога трамвайная, которая шла в Озерки, в Шувалово, потому что в церковь мама была верующая очень, и в церковь ездила туда. Поэтому нам вот таких больших разрушений, вот бомбы, не долетали. То есть не давала авиация наша. Там некоторые были бомбежки большие, когда уж прорутся. Поэтому, ну, голод и холод, и мороз – это нас все доставало, как всех. Вообще, это был очень, очень трудный период жизни нам, тем, кто был, остался. Ну, самые, как говорят, трудные только не только первые. Потому что в каждой семье какие-то запасы были. У нас был запас мука, которой клеили обои. У нас папа каждый год ремонтировал квартиру. народу много, он не терпел, чтобы было не светло и не чисто. Поэтому нас в деревню отправлял на месяц, а сам делал ремонт. И у нас остались мешок там, неполный такой, клей, мука. А тогда клей. Там была хорошая мука, съедобная. Поэтому вот это нам повезло, и мы как-то дополняли вот этими блинами. Нехватку всего. И начиная уже, когда начался голод совсем уже, там, Байдаевские сгорели, все это было тяжело. Ноябрь, декабрь. Очереди. Хлеба не было. Куда все исчезло. Морозы 40-42 градуса. За хлебом стояли, ждали, пока привезут по двое суток. Стояли вот так все. Выйти нельзя, если ты вышел. Уже туда не пролезешь. Покойнички все стояли-то, костлявые. Холодно. Все в завязках. Я еще ни одной картинки этой не видела, чтобы вот кто-то снял вот эти очереди. Мы так с мамой... Я стояла там, сколько? Четыре часа. Она придет, вот так встанет, и мы с ней по одному сантиметру Я выхожу, она встает. Она постоит немножко. Я пойду погреться, приду, снова стою. Потому что ей совсем нельзя. Но она отдавала все свое. Думала, что выживет так. Нет, не получила. В декабре она уже совсем слегла. А в декабре я ездила на Неву за водой. Замерзла вся вода. В доме воды нет. Ни туалет, ничего. Но снега было очень много. Вот я этот снег... Я практически не болела. Три дня, по-моему, было мне совсем плохо. А так я вот каждый день за водой на него чугун привязываешь, ведро ставишь, санночка и пошла. Туда и обратно. Два раза сходишь, принесешь на всех воды пить. А чтобы мыться, я ведрами носила снег дымой. А Черная речка промерзала, да? А? Черная речка промерзала. Там воду не брать. А не на Черную речку. Я на Неву ходила, по Языкову переулку. По Карламарцу идешь, потом на Языкову, где маму, фабрики были все на набережной. Вот там все были. Там наливаешь. Если ковшик поставил, он тут же промерз. Сорок градусов. Это ужас просто. Ну, пока идешь, брызгается, все привезешь. Потом этим же ковшиком пока на третий этаж все перенесешь. Его в ведро-то не поднять. Сил не было. Так что мы каждую неделю мылись дома. В баню сходили два раза, потом в баню перестали работать тоже. А вот дома уже корыто. Туда снега я не наношу. Ребята были очень слабые у меня братья. Шурик вообще лежал, Стасик маленький. А Толик в ремесленном училище был. Он-то оттуда почти и не выходил. Они там и работали. И у них там было такое небольшое питание. Было приличное. Ну, приходилось эту карточку. Половину почти отдавали карточку туда. Резали. Такие правила были. Ну, это естественно. А дома мама уже совсем слегла. Потому что хлеб мы берем, одну часть режем на кусочки, на квадратики. Сушим. У нас плита была, мы все высушим. И этот 100-граммовый хлеб мы с мамой прятали. Потому что Толик придет и лежит. И начинает кричать. Галя. Галя там. Ну, мама говорит, Галя, давай сухарик скорее. Толик умирает. Вот я туда лезу, куда мы прячем. Только она и я одна. Достану этот кусочек и ему тащу в рот. Брошу. Вот он пососет. И вот этого кусочка хватало для того, чтобы он пришел в себя. Поэтому одна порция у нас обязательно сушилась. Ну, не было хлеба, была мука. Давали муку, привозили. Не было муки, были дрожжи. Вдруг мама придет, меня сменит. Потом я пойду. Она говорит, Галя, если привезут дрожжи, возьми дрожжи вместо хлеба. То есть вот она очень понимала в этих продуктах. Наверное, в детстве так в деревне жили. Знали, как обращаться. Она очень хорошо готовила. Поэтому вот то, что было, то и ели. Ну, в декабре маму так было плохо. Она уже умирала совсем. А я стояла уже вторые сутки за хлебом. Смотрю, она не идет менять. Я уже устала стоять. А что мне там было? Десять лет дышит. Ну, вот было терпение. Не жаловались, не плакали. Скорее, сейчас заплачешь. Потом привезли муку. Хлеба не было. Ну, я взяла муку. Я не знаю, как я бежала через садик. Из булочной через садик. И на лестницу прибежала. И слышу Толик, что «Скорее, скорее, мама умирает». И мы, как вода кипела, в эту воду ложку муки, кипяток, скорее-скорее разболтали, и маме – в рот. Ну, вот эти три ложки вот спасли. То есть вот вовремя… Я думаю, что это мамины молитвы, что она такая верующая была. Мы все крещённые были обязательно. И поэтому вот всё как-то в последний момент, но всё находилось что-то. Был клей столярный. У нас брат двоюродный приходил, мы ему отдавали, потому что мы ни за что, мама говорит, нет. что любое что угодно, только не в желудок этот. А его все расхватали, мама вытащила, потому что у папы запасы были. И все варили студень из столярного клея. Вот такая закусь была. Сейчас смешно, конечно, тогда не смешно. Но у нас, может, такой характер был, что мы не были унывающими. И много движения было. Вот это самое главное. Я считаю, что я просто всё время в движении. Это, наверное, дополнительное питание мышечное. Вот когда я выросла, я уже стала понимать, что это однозначно те, кто двигался, те выжили. Лежать нельзя было. Не лежать, не сидеть. То есть через всю силу нужно было двигать руками, и ногами, и пальцами, и всё. Вашу семью не коснулась вот эта вот история с каннибализмом? Нет, нет. У нас там один, когда уж совсем с ума сошёл дядя Петя со второго этажа, он бегал по лестнице, и всё. Я сейчас кому-нибудь отрежу. Отрежу кусок. Мне кусок, помогите. Ну, мы скорее закрывали дверь, мало ли. Потому что человек уже сошёл с ума, и точно он ночью умер. Это вот это. Ну, мы скорее раз на задвижку, чтобы… Неприятно это, конечно, страшно, но… Вот когда мама заболела в декабре и плохо, она уже дойти до своей фабрики не могла. А у нас на первом этаже работала буфетчица из полкома, вот администрация Выборгского района. Она там пошла, она знает всех хорошо, и дала маме характеристику. И уговорила, чтобы они взяли его уборщицей в Айкомпартии наверх. Ну, а поручилось, что это надёжный человек, малограмотный, но надёжный и чистоплотный. Короче говоря, маму туда вот с 22 января пошла уборщицей в Айкомпартии. Когда поправилась немножечко, отошла, вот пошла туда работать. Но раз она подняться наверх не могла, потом надо было дровать, отопления не было. Дрова – это всё делала я. Мы с ней встанем, пять утра пилили, там были. Потом я колола, она колоть не может. И потом я носила наверх, там милицейская охрана была, все уже знали. Потом этой милиции мы брали, стирали бельё с мамой, носили им, подрабатывали. Ну, хряпы дадут мне. Там я носила по Карлу Марксу это бельё снесу, они мне там хряпы дадут. Потом позовут дрова поколоть там между дверей. Ну, я иду туда, колю дрова, сложу, всё вытру, хряпы мне дадут, бетон. Типа литровые банки вот такие. Хряпа, знаете, что такое? Зелёные листья, капусты зелёные, вот эти. Ну, это вообще самые качественные щи. Там вместе с ней работала, помогала ей убирать кабинеты. Ещё она мне дала свои два кабинета, в этом случае рассказываю, которые я убирала. Потом я прихожу и говорю, мама, а там в кабинете монетки лежат на полу там разные. А она говорит, доченька, ты убери, всё, прочисти, а монетки положи на место. Я не знала, для чего это. Потом они домой тогда пришли, она говорит, а это проверяют. Мне бы и в голову не пришло их, в общем-то, взять. Я бы их сложила и на стул положила. Ну, мало ли, рассыпал. Ну, и вот был такой случай. Ну, а уже когда я перескочу, когда война закончилась, уже всё, и мы дружили с Кирой Лавровым, с семьями, и мы пришли в театр, там смотрели его спектакль, потом сидели в час ночи в буфете там наверху, а там был директор Норицын. Ну, тоже что-то зашла речь о войне там, что блокаду вот он был, он, значит, работал в Выборском райкоме партии. Ну, я прослушала, всё, Юра, у меня муж был, командир крейсера «Аврора», я говорю, вот интересно, пришли, я маме звоню, мама, а вот когда мы убирались с тобой, там всё, был такой Норицын, у мамы очень память хорошая была, но её все очень уважали, а она потом стала курьером особого отдела и носила документацию пешком, трамваи не ходили, 42-й год, это март, апрель, и она носила пешком всё это, то есть ей было доверено вот абсолютно всё. А она говорит, Галочка, так вот там где-то монетки лежали, это вот кабинет Норицына я тебе и дала. Ну, когда мы пришли на следующий раз в театр, он тоже всегда поднимался, у нас всегда весело, разговор был хороший, Юра хорошо, мой муж знал историю, и флота, и России, и всё, и города, экскурсовода не надо было, то есть Кирилл, там очень интересные были беседы. А я ей Норицыну и говорил, я говорю, что вы помните, у вас, я говорю, в райком партии убирала во время блокады Ксения Максимовна Зыбина? Он говорит, помню. Я говорю, а помните, и дочка у неё была? Он говорит, да, помню, Галя. Я говорю, так это я. Ему стало так неудобно, он говорит, быть не может. Не может быть, и всё. Я говорю, ну как хотите. Неужели эта олимпийская чемпионка – это ты? Никогда бы не подумал, что там не на что смотреть было. Вот. Ну вот слушай, вот при всех говорю, моя ложа, в любое время приходи с друзьями, вот десять человек директорскую ложу в любой спектакль бесплатно. Пока я жил, вот… Ходите? Ну, это давно-давно уже было, его уже нет давно. Вот. Ну, ходили, да, я собирала, и мы смотрели, там были как дома. Вот такой хороший случай. Сорок первый год и сорок второй. Вот этот год школы закрыты у нас были. У нас была пятнадцатая школа около фабрики кондитерской, которая сейчас, как-то она называется, а была тогда Микояна – кондитерская фабрика. Вот. Поэтому наша школа была закрыта и эвакуирована. Вот. И мы пошли в 116-ю школу на Сердобольской улице, записались туда. Это было 6 мая, в пальто, голодные. Вообще это был какой-то кошмар. Вот. И в школу пришли, мы такие пришли. И запахло едой. Это все, что… Вот все мы. Но там, когда нас записали, то нас в классе было 30 человек. Детей было много еще. То есть вот в декабре, январе немного уехало еще. Вот они больше уехали где-то… Даже последние, это было в 42-м году. Последние уезжали много. У нас было 30 человек в классе, 4-й класс. Вот. Исполком выделил, значит, указ, что ученики 5-го класса и дальше в состоянии, если ходить там и все, помочь работать. На работах, которые могут делать. Ну, мы такие… Мы сразу пошли в совхоз лесной. Вот здесь, здесь сейчас я живу. Это был совхоз. От Ланского шоссе до линии железняка. Вот такую всю длину Ланского шоссе. Это был совхоз. Вот сюда наша школа ходила. Ну, из класса ходило 3-4 человека. Остальные были более-менее сытые в нашем классе. Да. А когда мы пришли уже в сентябре учиться, тогда еще физкультуры не было. Тяжелый год, и голос продолжался для тех, у кого не было ничего. Но многие у нас в классе все же были достаточно, чтобы выглядеть хорошо. У нас была такая… Гуфельд училась. У нее папа вот здесь вот, где я сейчас живу, тут были бараки. И он там заведовал каким-то складом. Потому что она дома сделает бутерброды такие, нарежет маленькими кусочками. Ну, вот такими вот. Все завернет тихонько, а потом придет утром в класс и знает, кто совсем плохие. Она нам в рот прямо вот эти кусочки. Через день она приносила кусочек хлеба с мясом. И в рот. Эля Гуфельд. Это я… Мы ее потом искали, но, видимо, она уехала в Израиль, и так мы не могли ее найти, потому что благодарности… Просто вот нужно было ей сказать это все. Но я, когда выступаю, я всегда ее вспоминаю. Так что, может быть, она даже хоть раз и услышала что-то. Вот такая тоже была у нас в классе. Ну, питание там в школе давали. А что давали? Брюкву. Вареную, парную. Она очень хорошо пахла, я как сейчас помню. Тогда вообще все пахло хорошо. Вот. Но мы… Физкультура нам требовалась. Поэтому уже… Вот четвертый мы отучились. Это был 43-й год. Она нас вывела на улицу, когда уже весна, и стала проверять учительницу физкультуры. Кто как. В руки гранаты дали. Там в 116-й школе такой садик. Там липы росли мы еще. Когда была весна, ранние листочки липы, так я как обезьяна залезала и там ела эти листья. Ну, потом в карманы. То есть находчивость она была. Если можешь залезть, то вот есть надо – я залезла. Вот. И гранату метать надо было. Ну, и там девочки все вообще под себя совсем. Вот. И мальчики. Я взяла эту гранату с трех шагов. Как будто меня вообще уже давно выучили. Через всю Сердобольскую улицу в этот красный дом. Хорошо не в стекла. Ну, в общем, вот так я стала первая. Сразу же. Еще в пальто. Не раздеваясь и в блокаду. В самые тяжелые времена. То есть вот надо – значит надо. Патриотизм, он и есть. То есть с ним, наверное, рождаешься, я так думаю. Его не научишь, патриотизму. Это вот человек должен быть такой. Любить то, где ты живешь, то, чем ты занимаешься. Это сорок третий год уже, да. Но так как мы работали в совхозе, а в сорок третьем году мы в совхоз Петра Райсовета Коломяги. И справа был большой-большой совхоз. Мы там и жили с 1 июня по 15 сентября. Сдавали карточки. Мы там жили с утра, работали. Это все лето – с 1 июня по 15 сентября. Но не все качественно работали. Даже были выходные. Суббота, воскресенье. Какую-то субботу мы ходили в театр. Соблазнила я там человека четыре. Мы посмотрели «Раскинулась море широко» – музыкальная комедия. Там артисты. Я говорю, пошли, пошли. Там танцуют, они поют. В общем, я сколотила ребят. Пять человек, и мы прошли в театр. «Раскинулась море широко» – в сорок третьем году. – Какой театр? – Музыкальный. Музыкальные комедии. Да. А они, по-моему, тогда были в Михайловском, давали спектакли. Вот на одной же площади. Так что я и туда, и сюда. И, короче говоря, у меня… Вот учиться так я, можно сказать, только то, что слышала в школе, то я и знала. Я не стесняюсь это говорить, потому что это так и было. Если я скажу, что я хорошо училась, со мной сидят 30 человек, они знают, что плохо. «Галя, это не я буду». Нет, я лучше правду скажу. От того, что я плохо… Ну, меня оставили на второй год, а мама говорит, успеешь выучиться. Здоровье дороже. Давай, пока надо выживать. А учиться ты, говорит, успеешь. Не торопись. И все, я спокойно осталась на второй год. Это 43-й год, когда те все школьники, которые работали, это весь город работал, кто на каких, кто копал, кто на заводе же много, очень мальчиков было на заводе, помогали снаряды носить и все. А мы вот в совхозе. И были уже выписки по работе. Вот из нашего класса, который был 30 человек, группа такая, у нас было 3 человека только, которых за выполнение задания наградили медалью. Так что, вот, было в сентябре, когда пришли в школу, там, где попозже, в каждом, в один день, 4 декабря, в районах, были в одно и то же время, в исполкомах, актовые залы, зажглись лампочки, света было много, награждали нас медалью за «Ворону Ленинграда». Вот это первая медаль в 12 лет. Бомбежки у нас не частые были, были такие осколочные, потому что нас в основном бомбили, старались набережную, потому что там все заводы, а у нас только эта фабрика была. У нас бомбежки были днем, чаще. Но фугаски летали, мы на крышу залезем, там их щипцами подбирали, такие фугасные прямо на крышу. Ну, мы уже по крыше лазили, мы уже знали твой дом хорошо. Наш дом – это крепость. У нас от бомбежек, днем, которые были бомбежки, дом вот так только качался. Вот мама когда бежала, за хлебом стояла в 12 часов дня летом. Была такая бомбежка, брат сидел на кухне, открытое окно, было тепло. А я смотрю, мама пошла за хлебом, а потом думаю, дай-ка я там подотру. И как началась эта бомбежка, двери вот так на распашку все, окна на распашку. Я пошла Стасика взять, а он улетит по кухне. Я его прямо у двери схватила и в угол мы. Вот это было, эту бомбежку помнят все. Это было 43-й год. Вот как будто это вот последняя бомбежка, вот так вот было. Потому что мы, я помню, тоже где-то беседа была такая, и мы все это вспомнили, вот это страшное было. Вот это было страшно. Но мама успела, на лестницу поднялась, и двери-то открылись на лестнице, и она влетела напротив квартиру. И ногу оторвала, и вот до сих пор эта полосочка, камень откололся осколком. Но если бы ногу она не успела убрать, ее бы и не было, ноги. А вот все так. Потому что были эти бомбежки, но тревоги были постоянные. Только один, только закончится, через десять минут опять. И мы уже привыкли к этому звуку. Радио мы, конечно, не выключали, но мало ли что. Черное радио такое висело, как у всех. Ну вот тоже не понимали, куда дели, не знали. Может было оставить это все память. Ну, тогда как-то было так трудно, что никто не думал, сколько проживешь. И выживешь. Ну, прожили, выжили. Ну, я так пока думаю, как случилось, так случилось. Уже обратной дороги нет. Надо смотреть вперед и чуть-чуть еще успеть хорошего сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok